У самолета, построенного по схеме моноплана, есть только одно крыло и две консоли. К таким самолетам относятся практически все современные пассажирские лайнеры и военные самолеты различного назначения. Если существует моноплан, то также существуют самолеты с двумя крыльями. Например, самый известный из них – долгожитель неба, кукурузник Ан-2. У таких самолетов две несущие плоскости расположены друг над другом. Эта схема была популярна в начале авиации и до Второй мировой войны, так как обеспечивала большую подъемную силу при сохранении относительно низких скоростей полета. Однако на больших скоростях она становится неэффективной из-за огромного сопротивления воздуха. Далее появляется три план – схема с тремя крыльями. Эти названия образованы от двух латинских слов. Одно указывает на количество крыльев «три», а другое – на плоскость «план». Три планы уже более редкие по сравнению с двумя предыдущими схемами. Три план – разновидность самолета, конструкция которого характеризуется наличием трех крыльев. Как правило, крылья расположены друг над другом, при этом такой самолет называют поперечным три планом. Наибольшее распространение такие самолеты приобрели в годы Первой мировой войны. Знаменитый АС Первой мировой войны Манфред фон Рихтгофен некоторое время летал на три плане Фоккер Диар-1, который был выкрашен в красный цвет, отчего и получил прозвище «Красный барон». Тенденция к использованию большого количества плоскостей была характерной чертой начального этапа развития авиации. Аэродинамика, как наука, находилась в стадии своего зарождения, и создатели первых самолетов старались таким образом увеличить подъемную силу. Однако, из-за повышенного лобового сопротивления самолеты такой схемы быстро уступили свое место бипланам и монопланам. В настоящее время самолеты ОКБ сухого, имеющие, кроме хвостового, еще и переднее горизонтальное оперение, называют продольными три планами или горизонтальными три планами. Это истребители Су-30, Су-33 и опытные истребители Су-27М и Су-47. Подобную схему имеет также американский истребитель F-15 SMTD. В первой половине девяностых годов НПО «Молния» интенсивно работала над концепцией самолетов, построенных по продольной триплановой схеме. Схема продольного триплана обладает определенными преимуществами по сравнению с обычной схемой. Самолет не сваливается, что обеспечивает безопасность полетов. Существует возможность увеличить грузоподъемность самолета продольной схемы в условиях ограниченных габаритов в полтора раза. Разработано несколько экземпляров самолетов «Молния». Один из них – небольшой шестиместный самолет, который успешно прошел серьезные испытания. Самолеты «Молния» в различных модификациях, такие как «Молния-200», «Молния-300», «Молния-400», а также самый крупный проект «Самолет-Молния-1000», также известный как «Геракл», были разработаны на уровне технических предложений и эскизных проектов. А недавно, в историческом смысле, мы впервые узнали о гибридном триплане. В 2014 году мы впервые услышали о предлагаемом британской фирмой «Форэдир» биоэлектрическом гибридном самолете, для краткости Бэха, от «Биоэлектрик Хибрид Аиркрафт». Его назвали одним из самых экологически чистых самолетов в мире. Три крыла не предел. Квадроплан, четвероплан, самолет с четырьмя крыльями, обычно расположенными друг над другом. Такие самолеты строились на заре авиастроения и в основном носили экспериментальный характер. Лишь некоторые квадропланы были произведены небольшими сериями. Продолжая эту логику, можно создавать самолеты с разным количеством крыльев, меняя букву перед словом «план». Однако существуют технические ограничения, определяемые прочностью, аэродинамическим сопротивлением и технологическими особенностями, которые делают множественные крылья неэффективными и редко используемыми в современной авиации. В начале 1910-х годов некоторые авиаконструкторы увлекались идеей создания так называемых мультипланов. Эти самолеты имели от 10 до 50 крыльев. Существует еще одна разновидность планов. Экраноплан от экран плюс аэроплан. В официальной советской классификации судно на динамической воздушной подушке – транспортное средство для перемещения над поверхностью, поддерживаемое в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды, экранный эффект. Аэродинамический экран образуется при движении крыла на относительно небольшой, до нескольких метров, в высоте от поверхности воды. Однако, как ни странно, это уже не авиация, по международной классификации, экранопланы относят к морским судам. Несмотря на это, ракетный корабль экраноплан проекта 903 «Лун» все равно смотрится как огромный самолет над водой. И как-то язык не поворачивается назвать его морским судном. Надеюсь, теперь останется меньше вопросов, какие бывают конструкции самолетов, со словом «триплан» и «вообще план». И еще, не совсем правильным будет заявление, что Су-34 не «триплан», а «утка». Это как сравнение зеленого с теплым. Аэродинамическая схема и конструкция – это не одно и то же. Аэродинамическая схема самолета характеризует геометрические и конструктивные особенности самолета. «Утка» – аэродинамическая схема, при которой у летательного аппарата горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла. Названо так, потому что один из первых самолетов, сделанных по этой схеме 14 и без Сантос-Димона, напомнил очевидцам «утку». Это определение из Википедии. Мне же в свое время объясняли это особенностью полета утки, которая, поднимая или наклоняя голову, регулирует высоту полета. Таким образом, Су-34 – продольный или горизонтальный триплан, созданный по аэродинамической схеме «утка». И приплюснутый нос, из-за которого его еще называют «утенок», не имеет к этому никакого отношения.